Нахлебник или благодетель? Как война меняет роль Лукашенко для Газпрома? Здравствуйте, сегодня четверг, 23 февраля, с вами Максим Блант и свежая новость дня. Газпром и Министерство энергетики Республики Беларусь подписали протокол о формировании цен на поставку газа на ближайшие три года, то есть до конца 2025 года. Цена для Лукашенко осталась на прошлогоднем уровне 128,5 долларов за тысячу кубометров, хотя за газ Минск с апреля прошлого года, как Путин и хотел, платит в рублях. Между тем, в Европе цена на газ опустилась к уровням августа 2021 года, то есть можно констатировать, что отыграны не только все ценовые шоки, связанные с началом войны, введением международных санкций и подрывом северных потоков, но и газовая лихорадка сентября-декабря 2021 года, вызванная сокращением поставок газа Газпромом на фоне выросшего после пандемии спроса европейцев на энергоносители. Одним словом, вполне уместно говорить о завершении европейского энергетического кризиса, с чем европейцев и поздравляю. Вот только нынешние, назовем их так, низкие цены в Европе, хоть и ниже почти в семь раз, чем в марте или августе прошлого года, но все еще в четыре раза выше, чем персональный ценник Александр Лукашенко. Европейцы покупают газ по 530-550 долларов за тысячу кубометров. Если учесть, что Газпром договорился поставлять российскому партнеру по союзному государству газа в среднем на 250 миллиардов рублей в год, несложно посчитать, что на европейском рынке вместо этих 250 миллиардов он мог бы получать по триллиону. Недополучная прибыль 750 миллиардов в год. Вдвое больше той суммы, которую Минфин пытается стрясти с бизнеса в форме добровольного взноса в бюджет. Есть только один нюанс. Ключевым элементом во фразе «мог бы получать» является частица «бы». Сейчас Газпром и так поставляет в Европу максимум того, что соглашаются покупать европейцы. Добычу в прошлом году пришлось сократить почти на 20%, а в этом году она, скорее всего, упадет еще. До сентября 2022 года еще работало в первую очередь северных потоков, а теперь нет и в обозримом будущем не заработает. Да и европейцы, как мы видим, нашли российскому газу альтернативу, причем не одну. Так что теперь при торговле газом с суверенной республикой Беларусь вполне уместно совсем другая арифметика. Газпром получает от соседей в среднем вдвое больше, чем от продажи газа внутри России, например, в Смоленской области. И этим уже должен быть счастлив, потому что альтернативой поставкам в Беларусь сейчас уже является необходимость дальнейшего сокращения добычи, консервирования скважин и массового сокращения персонала. Это стало бы шоком не только для бюджета, образующей госкомпании, но и для федерального бюджета в целом. Точнее, для крупных налогоплательщиков, с которых, практикуя предложенный Путиным творческий подход к налогообложению, Минфин захотел бы содрать уже не 300, а, скажем так, 500 миллиардов рублей, для примера. Такими вот экономическими парадоксами балует нас военное время. Был Лукашенко-Клоп-Кровосос, живущий на российские кредиты и скрытые нефтегазовые субсидии, а стал спасителем мировой энергетической сверхдержавы. На этом на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.